Добрый день, друзья и подписчики канала. Гриша из Близмын Австралии с очередным видео, где всё идётся без монтажа, без редактирования. Говорим только о правде. Я недавно создал пару видео. Одно из них было связано с потреблением сахара или фруктозы и заболеваниями рака. И другое видео было о посту, или что такое пост и почему-то неголодание. И сейчас я заканчиваю читать один из докторатов, который не относится ни к одному, ни к другому, но то, о чём говорит этот докторат, пересекает оба этого уровня. И я хотел создать видео, как в принципе всё, как вот пазл собирается вместе, и как следить за своим организмом, и как лучше всего, я не знаю, проводить стиль жизни, чтобы предотвратить рак, чтобы помочь, когда если уже к несчастью он есть, как вылечиться, и как помогать врачам бороться с этим. Сразу предупреждаю, я не врач, и я не лечу рак, и рак не лечится. Если всё было бы так просто, то, скорее всего, вы знали это не от меня, а от кого-нибудь другого. Рак — это совершенно непросто, и я уже говорил, что заболевания рака нельзя поставить под одну, как бы, параллель. Это рак, да? Все заболевания рака абсолютно разные, в зависимости от части тела, и не все одинаково лечатся. Ну, допустим, если взять среднестатистические, которые лечатся химиотерапией, там уже интересная зависимость идёт, как я уже рассказывал, о сахаре или глюкозе в крови и лечении рака. Дело в том, что рак обожает сахар или глюкоза в крови, и в тот момент, когда эта глюкоза в крови есть, рак, в принципе, развивается. И вот этот вот недостаток глюкозы вместе с химиотерапией сейчас считается, что приводит, в лабораториях пока что, к самым лучшим результатам лечения рака. Есть же и другая тема, которая, в принципе, по-русски называется пост, или на английском называется intermittent fasting. Это означает, что прерывистое голодание. Но я не хочу говорить о голодании, потому что пост — это не голодание. Голодание — это когда вы голодные. Пост — это когда вы заставляете организм употреблять уже сохранившуюся энергию как в виде жира или в виде аминокислоты, всякое такое. Тот докторат, который я сейчас читаю, чем он интересен? Там пересекается результат поста. Как, в принципе, что происходит, когда идет пост, когда, скажем так, просто на русском языке, как бы когда человек голодает, да, организм начинает искать возможности энергии, возможности жизни, и он находит их там, где он сохранил до этого. То есть убирается, в принципе, подкожный жир, окисляется, он приводится в энергию, также выбрасывается много аминокислот, и это все потихонечку также убирает количество сахара в крови, и так называемые начинаются вырабатываться кетоны. Кетоны — это альтернативное топливо для нашего тела. Это самое лучшее топливо, и кетоны не вырабатывается, пока есть глюкоза в крови. Что же происходит, когда нету глюкозы в крови, и человек болеет раком, идет через химотерапию, химотерапия настолько шокирует рак, что он пытается найти способы выживать, и если давать ему шансы, то он выживет. И это как бы называется процент выздоравливания от болезни рака, да. Если дать ему меньше шанса найти, как, найти способ размножаться, то у него фактически нету возможности. И так называется, развивается он пустым, он остается в организме, он никуда не уйдет, но он пустой, и когда он пустой, как бы он умирает. те раковые, как бы, опухоли, они умирают внутри, и остается как-то час, который не развивается, но не выходит из тела. То есть, как бы, это сам мертвые раковые, мертвые раковые клетки, да, по большому счету. Так вот, идея такая, что когда человек голодает, не только, как бы, он находит аффективное топливо, и так же организм начинает, как бы, как мы говорим, выживать сильнейшие, да, клетки, которые были наполовину поломаны, которые неправильно работали, более здоровые клетки начинают их использовать, как пищу. Так же, в принципе, знать или нет, ДНК, да, когда организм обращается к ДНК, он его разворачивает, и потом, когда он закончил обращаться, он сворачивает. Наша ДНК очень сильно защищена, от наружной среды, чтобы никакие паразиты это ДНК не прочитали. И вот это сворачивание ДНК, белки, которые сворачивают, они могут неправильно свернуть, и получается, как бы, скажем так, нарушение в ДНК. Эти нарушения так же очищаются, когда человек голодает, да. То есть вы видите, как это все составляется вместе. Теперь же, вот этот трактор, был написан, то есть никто не говорит о лечении раком, да. Говорят, как помочь докторам лечить рак. То есть тот момент, когда рак лечится, да, очень важно не давать телу глюкозы или фруктозы, да, и так же давать телу возможность бороться с теми маленькими частичками жизни, которые остались в раке после химотерапии. И это возможно на уровне, скажем так, иммунитета, да. Поэтому я знаю, как бы, я говорю, как бы, в основном, да, ничего конкретно в биологии не захожу, но если эта тема интересна, допустим, и я пытаюсь ее как-то развить, чтобы говорить на простом языке, чтобы было, как бы, понятно, потому что то, что я читаю, они заходят абсолютно в все вот эти вот названия клеток, названия белков, названия всего. То есть, именно когда читаешь докторат, очень много, как бы, информации, которую трудно понять, как она работает, потому что тема действительно очень сложная. И вот это видео, за что хочу сказать, если у вас есть знакомые, родные, или вы сами заболели раком, и вы только вот сейчас вот будете начинать химотерапию, дайте себе шанс, или знакомым, или друзьям, делитесь этой информацией, чтобы возможность излечения рака была высокая. Нужно, допустим, больше, я бы сказал, пост сделать, или голодать, как по-русски называется, да, и также исключить фактически все углеводы из питания. И возможность выздоровления, зависимости, конечно, от рака, но возможность выздоровления очень высока тогда. Если этого ничего не делать, то, в принципе, грубо говоря, получается 50 на 50, это рулетка судьбы. Так что, если вы не хотите играть в рулетку судьбы, отдать себе шанс, вот такие вот исследования сейчас происходят. Они заканчиваются пока, на лабораторные исследования, на крысах, мышах, да, но не, понимаете, на людях это очень трудно экспериментировать. Дело в том, что если посмотреть с точки зрения закона, с точки зрения этики, да, нельзя человеку, которого есть шанс выжить, а шанс не выжить, начинать на нем экспериментировать. То есть, очень трудно найти людей, которые дадут добро, экспериментировать на что-то, что еще как бы не доказано. В данный момент это фактически доказано на крысах и мышах. Но вот одобрить такие испытания на людях не очень легко. И поэтому, да, вы можете сказать, ну, если бы это было все правда, то уже бы это давно применяли. Может быть. Но это не так все легко. Точно так же, допустим, почему у нас сейчас нету лекарства от вируса, от ковида, да. Не потому, что у нас нету лекарства, потому что лекарства, которые есть, в них больше опасности, чем результата, да. И есть же какой-то процент, который допустим, когда его лекарства разрешают. И поэтому вся вот эта вот игра между помощью и вредом, она существует. Таким образом, если вы, если вам эта тема интересна, если она была полезна, делитесь с друзьями, делитесь с родными. Скажу сразу так, хуже не станет. Но станет только лучше. И это нужно пытаться делать. Это большая, большая штука. Большое спасибо за просмотр. Гриша из Австралии. До следующего видео. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова